Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы с вами поговорим про биткоин. Мы поговорим с вами про симметричный треугольник, как обстоят дела. Мы обсудим с вами стратегию на месяц прошлого месяца, подведем итоги. Мы построим стратегию на следующий месяц. Мы обсудим с вами техническую сторону медалей недели и месячного таймфрейма, так как обновился неделя, месяц и сутки. И, конечно же, немножечко вспомним про фундаментальный анализ, а конкретнее 12 число. Итак, прошло пятницу. Я вам предоставил на ваш суд симметричный треугольник, который я лично здесь видел. Выстроив грани сверху и снизу. Вы видели данный треугольник примерно в этом моменте. После этого пошла работа с гранями. Была попытка выйти, да, соответственно, лживый выход, фэлс. И, по крайней мере, пока на данный момент все как в книге. Если посмотреть, то мы видим абсолютно четко работа по сонам. Поддержки и сопротивления, как я говорил, выход был попытка. И вот сейчас конкретно ситуация, куда стремится треугольник. После этого, в нем текущем, в своем, закрытом, бесплатном реферальном чате, я предложил вот такой вариант пробоя. Соответственно, здесь у нас есть линия, то есть доход до данной зоны, после чего откат и возможное движение. То есть целью всего этого марлизанского балета, а конкретней, вот этот вот первичный тейк профит, является 71.600. То есть 71.600 вы его видите на своих экранах. В итоге мы получили попытку выхода и откат. В данный момент времени, это на текущий момент, пока я снимаю, это можно даже назвать ситуацией, при которой цена вернулась в треугольник. И, соответственно, пока мы прибываем обратно в симметричном треугольнике. Как будут развиваться события далее, будем смотреть. Но, тем не менее, я остаюсь при своем, безусловно, 100% здесь симметричный треугольник. По всем классификациям, по всем теоретическим выкладкам. То есть здесь мы видим конкретно то, что здесь есть. И очень подробно я рассказал об этом в пятницу, не буду повторяться, да, и про выходы, входы. Но то, что важно, что сколько бы здесь сценариев не было и всего остального, я всегда ставлю на конкретный сценарий. То есть я вас знакомлю и с лангом, и с шортом, вы уже решаете, как работать вам. А я же ставлю и торгую в первую очередь. Так, как показывал или говорил. Оставил я на пробой вверх. Соответственно, даже когда мы пребывали здесь, ничего абсолютно в моей голове не менялось. Исключительно пробой вверх и движение вверх. Даже сейчас, вот с этим вот проливом, я остаюсь неуклонен. Я считаю, что он должен пробиваться вверх. Почему? В первую очередь, мы имеем с вами на дневном тайфрейме стахастический индекс относительной силы, да, посредственный, да, незначительный индикатор. Тем не менее, он показывает на дневном тайфрейме после разгрузки. Здесь тоже немаловажно отметить, что в первую очередь в ревчате мы фиксировали, следили, отсчитывали дни, когда мы получим разворот, пробой. И в публичном поле, когда я говорил, что мы можем получить уже подтверждение с субботы-воскресенья, по факту имеем уже подтверждение, да, день понедельник у нас сегодня. И это один из поводов задуматься над тем, что действительно симметричный треугольник может или должен пробиваться вверх, так. И более того, недельный тайфрейм в том числе тоже показывает по стахастику, что может или хочет двигаться вверх. То есть он в любом случае в зоне перепроданности. И говорить о том, что исключительно вниз, как бы технической стороны медали, у меня нет. Поэтому, да, можно покопаться в другом, и это другое мы очень много анализировали, и все вот эти вот и всадники апокалипсиса, и, соответственно, все страхи, я вам их всех показывал в пятницу. Поэтому обязательно посмотрите, будете иметь всю широту и полноту картины. Ну, а тут я по-прежнему не уклонен еще раз. Единственный, где у меня может быть вопрос, да, это будет ли возвратка к зоне ретеста, вот к этой области, а конкретнее, примерно район 69, там 200 плюс-минус, как это требует в первую очередь теория, да, вот он раз, вот он два, но это книжный вариант, и не всегда так работает. То есть, по крайней мере, вот эта зона сопротивления по факту сыграла не само ее ядро, а область, то есть плоскость. Мы получили действительно реакцию от этой области, и можно ли сказать, что это и есть вот это? Ну, графически нет, нельзя, графически нельзя, но в любом случае, как бы то ни было, основа это игнорирование даже этой части, это приход в эту точку. Если мы приходим в 71-600, да, бьем по рукам, молодцы, все, давайте, крапиву прячу, не буду бить. А если не реализуется, и мы двигаемся вниз, а можем мы двигаться вниз. Еще раз, в пятницу очень подробно рассказывал, и здесь, за эту сторону медали, то есть, у слада для ушей медведей, это карта ликвидации. Вы видите, очень много ликвидаций лонговых, сказкадно нарастающие в левую сторону, то есть, по факту, можно там рушить, бить, ходить по ликвидациям, но, конечно, рынок так не двигается, он так не торгует, но, когда их много, всегда заберут, всегда, вертушками, проникновениями, как угодно, будут это делать. Но, тем не менее, рынок так не двигается, и это всегда из разряда, это интересно, да, это пугает, да, это напрягает, я об этом часто, и если не сказать, каждый день пишу в ревчате, но, тем не менее, ни одними ликвидациями сыт будешь. Это списывать со счетов нельзя, и именно этот фактор, вот именно этот, я также хочу или отражу сегодня в стратегии на месяц, на месяц июнь. Кстати, с началом лет 20 всех. Если мы будем говорить про соотношение шорт-лонг-ликвидации, 60 на 40, не так много, но уже нарастает лонговых ликвидаций гораздо больше, становится. А карта тепловая, вы можете увидеть, ничего сверхгорячего, ни снизу, ни сверху, сейчас, в данный момент, мы с вами не наблюдаем. Условно говоря, там до 70 тепленькая, или там до 6-80, по факту то на то и выходит. Тепловая карта у нас сейчас не дает какой-то сверхинформации. Для того, чтобы ликвидировать огромное количество лонговых, это надо сейчас падать палочкой в 66-400, потом буфером на споте просто сливать манипуляционно, добираться до 63-700 и дальше душить всех вплоть до 60 тысяч. На самом деле сейчас это выглядит, ну, наверное, как-то чересчур агрессивно. Да, имеет место быть, но я этот сценарий лично я не рассматриваю, потому что у меня сейчас на кону, это симметричный треугольник, и я надеюсь, те 54%, которые выдвигаются теоретически, я в прошлый раз в пятницу рассказывал, как можно определить, чуть ли там не до 90, 80, 100%, что будет все-таки пробой вверх. И с учетом всех моих подтверждений, тех и текущих, я все равно стоюсь при своем, я ожидаю пробой вверх. И на том будем стоять. Что ж, будем смотреть. В общем и целом, я очень серьезно слежу за данным паттерном и фиксирую буквально каждые его шаги, поэтому все запечатлено и отображено у меня в архиве. Будет, не будет, мы узнаем очень скоро. Кульминация близка. Что касается стратегий на месяц. Для тех, кто не знает, я рассказываю. Вот уже несколько лет я каждый месяц, в начале каждого месяца, строю графику, то есть стратегию на месяц. То есть я выставляю важнейшие уровни зоны и фиксирую траекторию, как мне кажется, как может пойти цена. То есть, конечно, всегда хорошо быть капитаном очевидность по факту, а мы работаем вот так. Вот было видео месяц назад, 3 мая, и мы выстраивали траекторию. Более того, когда вы любите писать, некоторые-то единицы из вас, конечно, у тебя тысяча вариантов, ты будешь прав, всегда будешь прав. Вы сначала посмотрели видео от начала до конца, а потом говорили, прав я или не прав. Более того, прав я или нет, главное, что я заработал. А если вы еще при этом заработали, здорово, значит круто. С вашей денег никто не берет за просмотр. У вас же нет платной подписки, к сожалению, на мой канал. Более того, если вы смотрели эти видео, а не смотрели только видео на очень интересном хабовском ресурсе, откуда я знаю, друг рассказывал, так вот, я всегда делаю ставку, ставочку. И в этот раз, не исключение, я ставил на зеленый сценарий, на темно-зеленый сценарий. Поэтому, как бы то ни было, любой сценарий, какой бы ни был, всегда есть факт. И если мы не доходим до какой-то цифры, сценарий не реализовался. И более того, мне всегда интересно, а что вам с того, прав я или я не прав? Что вам с этого? И запомните, в психологии нет такого понятия, как что кто-то вас раздражает. Есть такое понятие, что именно раздражаетесь вы, поэтому проблема в вас. Это так, отступление. Вернемся. И вот темно-зеленый сценарий. Соответственно, пожалуйста, мы уберем все лишнее, да, то, что нам сейчас не нужно, то, что необходимо, оставляем тот сценарий, на который была ставка. В итоге мы видим движение вверх, да, дальше откат вниз, дальше движение вверх, откат вниз. В данном случае это вот эта точка. Дальше мы с вами ожидали движение ценой вверх, пожалуйста, вверх, потом откат вниз, дальше мы ожидали движение вверх. И вот это самое неприятное, что я ожидал 73 тысячи То есть мы не добрали в этом месяце процент 39 Поэтому сказать, что сценарий на месяц реализовался в полном объеме нельзя Да, неплохо, да, великолепно, да, погрешность составила 1,39% То есть мы с вами реализовали стратегию на месяц всего лишь на 98% 61 После запятой Вот как-то так Но не 100% Нет, не реализовали И по факту, раз нет сотни, значит нельзя сказать, что 100% После чего мы ждали коррекцию в область 61-250 Но вот этой тысячи нами не хватило, поэтому парни к нами чуть больше После чего, вы видите, мы ждали движение вверх уже в следующем месяце То есть я так немножечко понаглел, пошалил, решил, что вот пускай оно будет так И как вы видите, действительно пошло Что ж, неплохо, 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 но недостаточно идеально Что ж, мы суровы сами к себе, как всегда И наша комьюнити сильнейшая и знает это И только если вы сами к себе честны и жесточайшны То будет и результат Что ж, это что касалось того месяца Неплохо, вправду Но, но теперь стратегия на данный месяц выглядит именно так Здесь вы видите по факту три сценария Рассказываем, что у нас в этом месяце я вижу Начнем с того, что мы в самом начале месяца сразу же можем полететь в тар-тарары Если вдруг ситуация будет ниже, чем блок Так, я здесь не дорисовал Ниже, чем блок 65.350-67.770 С ядром 66.400 Если цена уходит за 64.300 с закрепом И дальше начинает ландоваться И пошла, пошла, все, всего доброго, всего хорошего Это позорище, это ни о чем нам месячная стратегия А так, смотрите, здесь один сценарий Он единственный Просто разветвления у него разные И я буду ставить, объясню сейчас на какой Первый сценарий, это белый У нас должна быть коррекция в блок Вот он прорисован, еще раз, да, у нас 67 Там пускай 800-65.350 с ядром 66.400 То есть здесь у нас может быть коррекция движения ценой По факту с того числа мы уже приходили в эти области И технически, в общем-то, мы можем сказать, что да, мы здесь уже были Технически Но в идеале, именно если я исхожу из стратегии на мист Просто, если мы прям вот фурорно идеально Мы должны все-таки прийти в район 66.400 плюс-минус в ядро То есть это в идеале Ну, если мы находимся только в верхней грани, это сила буков Окей Дальше мы должны были бы отскочить вверх, да, что-то в район В зонку 71.600, 71.800 плюс-минус, опять же здесь условный блочок С какой-то минимальнейшей остановкой, паузишкой, да, в районе 70.100 И дальнейший рывок в район, и тут уже важно 72.800, 74.800 с ядром 73.800 То есть и здесь самое важное Что после недлительной паузы, то есть консолидации, лютый прорыв И после этого движение ценой в район 80.800 уже в этом месяце То есть таким образом, что мы с вами получаем Мы тогда получим никакой коррекции вот этого серьезного пробитого уровня 73.800 Почему? Это все исходит из треугольника фронтмена Я часто рассказывал и много рассказывал Напомню тем, кто не слышал или забыл А те, кто слушал, тот знает Что технически и исторически мы никогда еще не возвращались То есть после пробоя, выхода, да Мы никогда не тестировали пробитую зону Был случай? Был, это конкретно Этот случай у нас датируется, если я не ошибаюсь, 16-й год Здесь была ситуация следующая Мы с вами пошли на попытку пробоя и вернулись Фейл, это был фейл И этот фейл в том числе я обозначил сегодня в стратегии на месяце Чтобы его видели и знали, дорогие друзья Поэтому с учетом того, что мы никогда не тестировали То есть мы должны идти вверх То есть тот фейл мог быть вот здесь Вот он уже отработан А дальше уже как бы вот следующая попытка Поэтому я считаю, что после определенной консолидации Примерно в районе 77, 76, 78 Попытка движения в 80-800 уже в этом месяце еще раз повторюсь И нет ничего здесь какого-то невероятного Потому что если даже измерить линеечку Это всего лишь 19%, то есть ну как бы копейки Гораздо больше есть потенциал Ну с учетом месяца, ну посмотрим Вот, но тут же у нас есть ситуация, да Где я фиксирую вам вот этот штрихпунктир И штрихпунктир это то, что вступает в конфликт интересов внутри меня Технически я всегда ждал бы и ожидал бы цены в районе 66-400 Немного покодя или как, вы помните Зачастую у нас это все и случается Но в том году один раз за все время была ситуация Когда мы не пришли чисто к ядру Окей, в этом году пока помытку ситуации не было Но все же, все же Почему я полагаю, что вот может пойти по штрихпунктиру Это выходит исключительно из симметричного треугольника То есть насколько я ему верю Насколько я ему доверяю Поэтому я всецело полагаюсь на него И доверяю ему, что выходит в этой ситуации И раз вы уже пробились, значит вы не должны уходить ниже того же носика и так далее Поэтому о каких там 66-400 может идти речь после пробоя симметрикала Я не знаю Исключение может составлять только, помните, тот сценарий пятничный Который здесь, конкретно здесь Он входит в белый сценарий Но его нужно вспомнить Это 12 число То есть тогда получается, что продолжится тягомотина до 12 числа Фундаментал Памечное видео еще раз напоминаю Где я рассказывал, что 12 числа выйдут одновременные данные По инфляции в США и по ставке ФРС Мол, до этих данных может быть консолидация Там уже после новостей и дальней Все, дальше начинаем расти И только после 12 мы что-то увидим Поэтому это все вписывается в белый сценарий Вот Если мы говорим про симметричный треугольник И именно на этот сценарий я и ставлю На этот вот, на беленький А что же тогда исходит из 12 числа? А 12 число это вот консолидация перед выходом данных Вот примерно в этой области Я исхожу из этого Вот такая вот ситуация у меня в моей голове Поэтому я ставлю, дорогие друзья Исключительно вот на этот сценарий То есть белый штрихпунктир То есть мы к ядру в 66-400 не пойдем Что является исключением для стратегии на месяц Движению вверх Там какая-никакая коррекционочка Ожидание 12 числа Дальше движение, консолидация, как мы говорили Пробой, невозврат в пробитый исторический уровень И приход в район 80 800 И то, что я обещал, возможно То есть фейковый проход То есть что-то фейковое И та усталость на неделях Там двух недель и так далее Сыграют свою роль И мы опять опрокинемся Брикнемся вниз И в таком случае единственный блок Который я вижу идеально подходящий Для вот такого невероятного сопливого проникновения вниз Это блок 72 800 74 800 То есть очередная попытка Это все то же самое Да, любой из этих двух путешествий Приход в этот блок Попытка выхода Здесь говорят Нет, ребят, не в этот раз Не хотим мы увеличить капитализацию Нет, мы не будем накапливаться по твоей ETF Нет, все Давайте еще впереди очень много времени Не бодритесь так Никаких вам больших цен за биткоин Вниз И мы ловим здесь лютую соплю Да, уже от района Попытка выхода То есть мы ловим здесь Диверок И всего доброго Полетели То есть порядка Вот это расстояние Где-то будет в районе 20% Что-нибудь в этом районе Ну, 22% 21,5 22% Вот Что не является тоже Чем-то таким Сверх большим Поэтому вы будете знать Осведомлены Все какие-то очень важные Страшные зоны Области И действовать уже Согласно купленным билетам Ну, а я Свою ставку сделал Как я уже сказал На белый сценарий С штрихпунктирным движением То есть выходом Через симметричный треугольник Я по-прежнему Ратую И все-таки Топлю за него Ну, а как иначе Сделал он анализ Топи до конца Теперь, что касается Технической стороны медали Недельный таймфрейм, друзья Недельный таймфрейм Гистограмма Смотрится затухающе Однако Она еще, в принципе, сильна Тем не менее Да, затухающая Но Здесь есть отдельное царство Государства Недельный таймфрейм Гистограммы И В рамках Обзорного видео С анализом для биткоина Я здесь не буду вдаваться В подробности Это очень много времени Может занимать Что касается Объемов Тоже не очень Лицеприятно У нас Острая фаза падения Да, по сигнальной линии У нас Отрицательные объемы Что говорит о чем-то Не очень Приятном В рамках Недельного таймфрейма Поэтому Как бы уже С одного этого Можно сказать Что есть опасность И я об этой опасности В пятницу говорил И поэтому В том числе Я рассматриваю И красный сценарий Исключительно для вас Почему это делается Потому что Даже как с Ноткоином Ноткоину Делался прогноз Когда мы были на дне И мы говорили Порядка 6 тысяч процентов Но что делают люди Люди влетают На всю котлету Днем текущем И потом Если вдруг Мы не берем эти 6 тысяч процентов Они скажут Так а где мои 6 тысяч процентов Дружище Что за треп Да ты Скам А не канал А люди не понимают Что например Мы с вами заходили В тот же самый биткоин Если уже говорить Про сегодняшние дни Реалии 56 57 58 59 До 60 тысяч Сильнейшие из нас То есть все Наша комьюнити заходила У нас у всех есть Пруфы Мы все можем доказать Что мы входили В этот средний срок В районе 57-60 тысяч Соответственно Мы сидим снизу И абсолютно Щелкаем орешки Аккуратненько Мы ждем Нам что 80 174 189 164 Мы в профите С вами Безусловно А когда человек Вот сейчас Не подготовлено Что посмотрел И ему показывают Ага так 80 тысяч Влетая на все котлет Прямо здесь А его еще вот так Возьмут Да повезут вот сюда Или от текущих повезут Кто виноват Естественно Он со своим принятием решений Потому что никто здесь Ни от кого Ничего не требует И денег не берет В управление Ничего не хочет С вами просто делится С собственным анализом А вы же принимаете решения сами Поэтому грамотно Оценивайте Поэтому еще раз Ситуация такая Напряженная Что как бы Ну нету такого Что прям сейчас Я на расслабоне Могу зайти в позу И сидеть так Долго Вольготно Нет Сейчас нет Тут в принципе Была возможность Здесь вольготно Не посидишь уже Это трейдинг Никто вам В массаж салоне Таиланда Услуги оказывать Не собирается Поэтому такая неделька Что касается Макди То по сути Из острой фазы Он переходит В легкую стагнацию И здесь можем наблюдать Можем наблюдать Этого пока еще не видно Попытку Или возможность К подразвороту Да То есть И гистограммка Затухает Это возможности Я напомню Что на дневном таймфрейме У нас Помните Было очень много возможностей Только с четвертой фазы Мы пошли в разворот Хотя уже Просматривалось на третий Как-то так И что касается Месячный таймфрейм Так как он обновился Мы все еще В острой фазе роста Здесь даже стагнация Не видно Здесь да Гистограммка Слегка подтухает Но месяц только начался И дайте чуть-чуть бодрости И все Она опять будет яркая Причем Опять же Это месячный таймфрейм Здесь свое царство До государства И так далее И более того Нам надо Чтобы Макди Перебивал вот этот хай Для того Чтобы у нас не было Исторической дивергенции Представляете себе Обновить хай И еще получить дивер на месяц Но это категорически запрещено Поэтому каждый раз Исторически Макди растет Выше Больше И сильнее Поэтому Это то чего мы хотим И как только Макди Перетечет Я скажу Что все Ребята Потрясно Вот Что касается Гистограммки То она бодрая Сильная На месяцы И никаких вопросов нет Тоже исторических разрывов нет Все Все честно Соответственно Что касается объемов Здесь тоже все Отличненько И очень даже хорошо Нарастающие Никаких вопросов Ситуэйшенов нет То есть Острая фаза роста Да Скривка под разворот Попытка выйти в стагнацию Но все еще Острая фаза роста Так что Месяц у нас такой И мы обязаны с вами Посмотреть Естественно Месяц Да На денежном потоке Денежный поток Увидите Заходит На месячном таймфрейме На недельном таймфрейме Деньги у нас стагнируют И двухнедельный таймфрейм Который обновился Растет У нас растущий Соответственно Мы имеем фазу коррекции По средневзвешенной И безусловно Это с течением времени Если не текущий момент То с течением времени Это направленность вверх А недельный таймфрейм У нас пребывает Сейчас все еще В фазе быков Но с учетом Двухнедельного таймфрейма Это либо боковик Либо плавно растущая ситуация Более углубленно Мы, я думаю, поговорим еще На какие-то Более технические стороны Пятницу В спецвыпуске Поэтому приобщайтесь Подписывайтесь Рассказывайте обо мне Своим друзьям Также, друзья Обязательно вступайте В мой общедоступный Телеграм-канал Ссылочка в описании Вот здесь На скриншотике То есть здесь Я делюсь очень серьезной информацией Пощу ее Рассказываю вам Пишу важнейшие зоны Уровни По которым можно работать Действительно Хороший ресурс Кладываю душу Ну и, конечно же Закрытый бесплатный Реферальный чат Где я делюсь своими мыслями Даю гораздо больше информации Анализируем с ребятами Здесь достаточно Хорошие, сильные трейдеры Тоже делятся серьезной информацией Где в закрепленных сообщениях Есть видео Со стратегиями С обучающим контентом Вот буквально в субботу Вышло очередное обучающее видео По которому торгую В том числе и я И за короткий срок Здесь люди превращаются Из гусениц в куколок Ну это те, кто работают Ну то есть почти 95% всех Кто здесь находится Что ж, друзья Благодарю всех за просмотр Обязательно Обязательно рассказывайте Обо мне своим друзьям Только так мы сможем Стать шире, больше, круче И огромное спасибо Всем за респект И огромное спасибо вам Всем за то, что вы Используете мой контент В своих видео В своих постах Даже думаете моими словами Огромно вам за это спасибо Это очень и очень лестно Мне осознавать И видеть, читать, смотреть Также не забывайте Что у меня есть Телеграм-чат Телеграм-канал Как я сказал Твиттер Тик-ток Все в описании Вступайте Не забывайте Вступайте Всех милости Прошу И не забывайте Что хороший трейдер Может позволить тебе Хорошего, дорогого Дантиста Средний трейдер Может позволить тебе Среднего, ну неплохого Дантиста Инвестор Может себе позволить Сходить в поликлинику По записи У которой там полгода Бесплатно полечить зубы Социально Все как положено У него время есть Ну а плохой трейдер Торгующий сотым плечом Со 125 плечом Может себе позволить Походить без зубов Торгующий сотым плечом